4 ноября 2018 года В Башкирии разгорается скандал между силовыми структурами. Я бы не стала, может быть, обращать внимание на банальную историю, собственно говоря, об изнасиловании в силовых структурах, где молодую девушку-дознавателя изнасиловал начальник со своими собутыльниками. В нашей современной стране это, извините меня, не из рук вон выходящий случай, а банальность. Но дело здесь совсем в другом. Дело в том, что началось противостояние двух структур – МВД и Росгвардии. Дочь изнасилованного генерала ОМОНа Росгвардии, 23-летняя девушка-дознаватель, была зверски, просто зверски изнасилована своим начальником и его тремя собутыльниками-сослуживцами. Девочке 23 года, только что окончила университет. Красавица и гордость своего отца, генерала ОМОНа. Он первый заместитель Росгвардии по Башкирии. Это вам не просто ситуация. Это ситуация с вовлечением силовиков в войну. В полиции Башкирии разгорелся грандиозный скандал. Трех влиятельных начальников обвиняют в групповом изнасиловании своей 23-летней коллеги. Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфинскому району. Башкирия, город Уфа. Подозреваемыми оказались начальник УВД по Уфинскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармас-Калинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. По предварительной информации коллеги выпивали вместе, после чего изнасиловали дознавателя отдела МВД РФ по Уфинскому району. Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело по факту изнасилования и совершения насильных действий сексуального характера совершенных группой лиц. СК возбудили уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера совершенной группой лиц. Представители пресс-службы СУ СКР региона прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза. Надо сказать, что ментовское начальство в волю поиздевалось над девушкой. У нее многочисленные ушибы. Они ее избивали и насиловали. У нее разрыв тканей, мягких тканей. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот это ментовское начальство, оно вдруг забыло. Я не говорю о девушке, потому что для них это совершенно элементарное действие – насиловать, убивать. Это менты, понимаете? Это у них зов души. По зову души идут в менты. И поэтому они совершенно спокойно в своих кабинетах насилуют. Попасть в милицию – это страшно. Это попасть в ад. Но в данном случае совершена такая непростительная глупость. Глупость, которая будет стоить им жизни на самом деле, если они не улетят быстро из Башкортостана и вообще из России. Связываться с генералом ОМОН Росгвардии – да это ж по какому наущению нужно было сделать, наверное, как под прикрытием высокого начальства МВД. Сами-то они на это вряд ли бы пошли. Ну, или только под наркотой все были. Понятно, что девочка красивая. Понятно, что девочка отличница. Просто молоденькая красавица девочка отличница. Гордость своего отца. Причем вот уже неделю скрывалось, кто ее отец. А ее отец – это генерал Росгвардии. То есть это не просто какой-то даже рядовой сотрудник. Это генерал Росгвардии. Это первый заместитель руководителя Росгвардии по Башкирии. И вот, наконец, появилась статья, что отцом изнасилованной коллегами-дознавательницы оказался заместитель начальника управления Росгвардии по республике Башкортостан. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает, говорит Москва со ссылкой на осведомленный источник. Пострадавшая девушка недавно устроилась на работу в полицию. Недавно. Наверное, папа был очень горд, когда устроил ее. Наверняка к кому-то из своих знакомых. Вы же понимаете, как берутся на работу такие дети. Итак, случай из рук вон выходящих. Потому что внутри милиции начались войны, внутри МВД. Росгвардия выделилась, но когда-то ОМОН это был состав МВД. И вот здесь-то и начинается война. Война между силовиками. Война внутри силовых структур. И вот хуже этого, то, что было содеяно тремя офицерами, милиции, полиции, неважно. Для нас они всегда останутся ментами. Вы же это тоже понимаете. Как бы их не украшивали новыми званиями. Полиция или еще что-то. Это менты. Это призвание души. И вот здесь вы должны понимать, что здесь начнется война. И эта война не просто теперь между гвардейцами и ментами. Это война не на жизнь, а на смерть. Потому что жить этим офицерам там, в регионе, будет невозможно. Вы понимаете, что такое ОМОН? Но если только не убить отца этой девочки. И на это пойдут менты. Я вам просто анализирую ситуацию. Я анализирую, как делают это силовики внутри силовых органов. Не так, как делается это в СМИ для вас, что ни слова правды нельзя сказать. А именно, как анализируют силовики внутри своих силовых органов. Поэтому я вам говорю, что здесь будет война не на жизнь, а на смерть. И ОМОНовцы попытаются этих трех насильников уничтожить. Не просто уничтожить. А через их семьи будут уничтожать. Та же другая сторона ведь тоже не спит. Они точно так же попытаются со своей стороны начать причинять вреды Росгвардейцам, которые будут вступаться за своего генерала. Ну а здесь уже честь Кремля. Честь главы Росгвардии Виктора Золотова тоже задета. Потому что не просто на рядового Росгвардейца сделано нападение. А хуже, чем изнасилование дочери, зверским методом ничего не может быть. И вот здесь не просто нападение, а здесь такой смачный плевок в лицо Росгвардии. Как стерпит сейчас это Виктор Золотов? Как будут разбираться дальше в этом вопросе? Я думаю, нам мало что будет известно. Но по результатам далее мы будем понимать, кто кого замочил, кто кого убрал и кто от кого избавился. И каким образом. И здесь, я думаю, начнутся сейчас зачистки внутри МБД. Росгвардия будет зачищать МВД хуже, чем то, что сделали три офицера. Нельзя было придумать. То есть, вы понимаете боль отца. Вы понимаете оскорбленные чувства высокого генерала ОМОНа. Когда ему все позволено. Он на высоте ОМОН, который бьет и уничтожает население России. Мордует на любой демонстрации. Здесь вдруг генерал получает по морде. Он получает пинок в зад. В виде изнасилованной своей дочери. Это ужасное явление. Ужасное. И когда я прочитала дальше некоторые высказывания, в частности, Оксана Пушкина говорит о том, а она у нас как раз по этому вопросу, я имею в виду по женщинам, которые получают насилие на работе. Она получает очень много писем. И она сказала, что такая позиция у всего руководства, любого ведомства. Дала девушка, если молодая пришла на работу, дала своему руководителю, значит она идет наверх. По служебной лестнице карьера ее повышается. То есть она все выше и выше и выше. А если она не дала, значит ее затопчут и выгонят из ведомства. Это как правило. Вот так мы должны воспринимать нашу ситуацию, Когда в стране-то правят шариковы, Когда чем больше у руководителя низменных чувств, Тем выше его повышают. Чем выше деменция у руководителя. Кто не знает, могу сказать, слабоумие – это деменция. Так вот, чем выше слабоумие, Тем выше его руководящий пост. Факел брошен. Нет, ни спичка, ни перчатка, А брошен факел раздора между Росгвардией и МВД. Начали с Большой республики, с Башкирии. Но я думаю, это все выльется и на просторы центральной части, То есть в Москву и центральные регионы России. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова